всем привет я уже практически доехала до пункта остановки думаю приеду разберу продукты в холодильник и хочу выйти на улицу немного просто посидеть почитать потому что пока ехала меня укачала не сильно но все равно не очень приятно кстати совсем недавно точнее вчера закончила читать голодные игры и скажу так что первая часть мне понравилось просто безумно вторая исполнив пламя уже чуть чуть меньше потому что ну первые две части такие были вот третья основном вытянула а вот с этой пересмешнице почти не понравилось потому что тема революции вообще не моя страсть не понимаю как-то мне было неинтересно все в таком духе но началась рассчитать лунное дитя и какая-то атмосфера прям такая легкая летняя и мне пока очень нравится и в принципе очень интересно что там и как так что прочитаю и посмотрим что дальше мне стало скучно сидеть и решила снова пойти погулять красивый заказик все дела вот думаю сейчас пройдусь косточку только взять музыку послушаю иду в каждой год дома мне кажется что я сейчас дойду до парка который совсем далеко находится ну короче ладно не знаю посмотрим тебе раф и пришла в парк какой-то местный я хотела купить мороженку в дикси но там такая очередь что было немножко не до мороженки но это будет амой в тюрьме а скамитис бейсирина ахас юна хара факт видны и а а и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Можно поплавать Но я не думаю, что там стоит брать билет на везде Потому что, ну, в принципе, в будний день спокойно можно обойти все аттракционы за 4 часа Ну, да, конечно, она дорогая, логично Но все равно кушать хочется, поэтому и задирают такие цены Сейчас уже вернулись домой и посмотрим голодные игры И будем спать Кстати, все еще продолжаю читать Вот на такой стадии И пока мне так же нравится, нравится атмосфера Становится уже немножко яснее, что и как происходит Но пока я не разгадала основной фишки Но посмотрим Читается очень легко Слог тоже легкий Так что никаких преград для чтения нет В общем, произошел тотальный пипец Пришлось сделать тест на коронавирус У моего молодого человека положительный У меня отрицательный В общем, сейчас надо быстро собраться Потому что едем ожидать хоть какой-то карантин К нему в дом И будем смотреть Надеюсь, что я все-таки не подхвачу И потом смогу, ну, не задерживаться долго Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, собираем принесный стол Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я наконец-то дома уже несколько дней. И, знаете, я хотела вам рассказать всё-таки, как же я заболела коронавирусом, потому что я, к сожалению, действительно через пару дней привели симптомы, и я заболела. Мы приехали на дачу. Расскажу сначала, что было до этого. Мы пришли из аквапарка, и моему молодому человеку вечером стала резко плохеть. Поднялась температура 38, диарея, состояние-нестояние, и как бы не очень всё приятно. Им было плохо, и на следующий, наверное, день мы поехали на дачу. Решили, что всё-таки на всякий пожарный меня тоже поместил в изолята. Хоть у меня не показал тест полтритного результата, но всё-таки решили, что я могу быть в любом случае переносчиком. И спустя пару дней у меня начало с утра подниматься температура 37 где-то, и в течение нескольких дней она часто была 37,3, например. Но, знаете, состояние было не очень. Его родители покупали кучу таблеток, приходилось петь три раза в день по вот такой вот горстке антибиотики, какие-то не антибиотики. Вот, я до сих пор даже пью таблетки, кроворазжижающие, чтобы не образовалось никакого тромба. Это ДТП, Эликвиз называется. Вот, и ладно, приехали. Молодому человеку уже стало лучше. Он буквально, вот у него был пик пару дней. Его матери вообще было плохо. И я вот начала у меня подниматься температура, состояние, нестояние, не очень себя чувствовала, как-то развита. И потом у меня в пару раз в течение двух дней поднялась температура 37,6. Это самая ужасная температура. Было очень хреново, я просто была к варёной пельмень. Понимаете, я днём практически не сплю, а тогда мне хотелось спать. Я даже несколько раз ложилась днём и спала пару часиков, потому что у меня вот так было очень плохо. Вот, ладно, температура, температура, все дела. Приходилось опять же пить эти таблетки. Ну, знаете, их надо было принимать в течение недели, и первые пять дней окей. Но вот последние два дня, я не знаю, я их пила вот просто с божьей помощью. Потому что они у меня вот настолько вот тут вот уже стояли, настолько вот просто не могла их уже глотать. И ещё приходилось запивать невкусные микстуры. Ещё такой антибиотик, который в воде разводит, такая вот кашица, он противный, он гойкий, он неприятный. Приходилось пить, и мне просто вот тошнило от них. Я просто себя пересиливала, я не могла их пить. Вот. И в один день тоже состояние такое себе не очень было. Я полезла в ванну. Ну, как-то в ванне у меня становилось даже чуть лучше. Ну, я вылезла, я стала чувствовать, что меня прошибает дикий ознок. Непонятно почему. Пришла, я поняла, что у меня остановит, померила я температуру. И она показала 38,3. Мне дали жаропонижающее. И она, в принципе, быстро подействовала. Но ко всему к этому у меня добавилась ещё куча всего интересного. Кроме диареи, которая, вы знаете, иногда вот так вот местами всё равно была. Потому что семья молодого человека подцепила в Сочи именно индийский штамп. А у меня ещё начали выпадать запахи, вкус. Мы на годовщину заказали Макдональдс. И именно в этот момент у меня просто нахрен пропали вкусы, запахи. Я вообще просто вот ела этот бургер, и я не понимала, что я его ем. Очень был обидный, неприятный. Но зато я подъедала всю какую-то не самую вкусную еду. Какая-то даже жизнь была пресная чутка. Вот. И в тот день, когда мы заказали, у меня ещё тоже была температура какая-то. Я тоже мутила. И потом, когда у меня появилась очень большая температура, тоже её сбили. И у меня ещё начались месячные. А в связи с диареей, знаете, ну, симптомы месячных тоже такие не самые приятные. Это, во-первых, состояние просто пипец. Всё болит. Из-за живота очень больно. Ты не понимаешь, это вот из-за месячных или из-за какой-то диареи, простите, да? Вот. И я тоже что-то пошла в уборную. И, знаете, я вот нахожусь там. Я понимаю, что мне хреново. У меня эти таблетки стоят. Мне ещё принесли такую штучку, которую нужно пить с антибиотиками. Я её вышла и понимаю, что мне очень хреново. Что я просто не могу. И меня вырвало. Господи. Это было ужасно. Ещё пришлось пить таблетку от... Ну, обезболивающей, потому что у меня, в общем, болезнь не месячная. И меня вот вырвало. Но сразу полегчало, стало легче. У матери моего молодого человека вообще была работа. Часто в первые дни её даже потом положили в больницу на несколько дней, потому что состояние было не очень. У неё был подоиван иммунитет. Так что это серьёзная штука. На следующий день, после большой температуры, тоже выпили последний полный приём таблеток. И мне тоже стало как-то так плохо. Меня стало от них мутить. Я тоже пошла, поспала, потому что мне просто было очень плохо. Я не знала, как вот эту вот тошноту унять любым способом, кроме вот, чтобы не вырвало меня, потому что я не люблю это дело. Даже понимала всего просто положить меня в больницу. Но благо я отошла. Ко мне вернулся, в принципе, вкус и запах быстро. Наверное, я вот без него пробыла неделю. К одному человеку тоже. А вот к его маме он пока, по-моему, до сих пор не вернулся. Знаете, я действительно себя очень плохо чувствовала. Мне было хреново. То есть в течение недели реальное состояние было ужасно. И несколько дней, для 3-4, был прям вот пик. Это реально вот помереть и всё. Я даже не знаю, что посоветовать насчёт вакцины, не вакцины. Я даже не буду этого делать, потому что не дело каждого. Но скажу так, что на самом деле эта штука серьёзная. Это вам повезло, если вы бессимптомны. Но благо я как бы молода, у меня хорошее здоровье. Я принесла нормально. Но тем людям, у которых какие-то болезни хронические, те, у кого подорван иммунитет, потому что вот у мамы молодого человека, у неё поставили пневмонию, у неё где-то процентов 10-15 поражения лёгких. Людей в возрасте – это очень опасно. Поэтому вот, мне кажется, для этой категории с прививкой, ну, лучше реально быть. Для тех, кто, возможно, работает в таких каких-то медицинских учреждениях, образовательных, ну, контакт большой с людьми, поэтому, возможно, тоже. Но, опять же, рассчитывайте на себя. У меня, как бы, у знакомых тоже очень много погибло родственников, очень много случаев. Чаще всего это люди в возрасте, как бы, человека 4, вот я слышал. Поэтому это всё-таки не шутки. На самом деле коронавирус есть. Я сначала думала, что это, нет, ерунда полная, пока мне он не пришёл такой «здрасте», вот. Поэтому мы очень удачно сходили в аквапарк. Благо, хотя бы сходили в него, потому что потом ещё сидели на карантине где-то дней 17. Вот, я и поступала на карантине, так что было интересно. Надеюсь, вам было интересно послушать мой рассказ, вам понравился влог. И поэтому до новых встреч. Всем пока. И главное, не болейте коронавирусом, потому что это был тотальный пипец. Всё. Всех целую, Бокки.